МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня у нас необычный праздничный выпуск и посвящен он тому, как нам нужно будет провести рождественские и новогодние каникулы. Впереди целая неделя. Повестка дня очень насыщенная, и веселье начнется задолго до боя курантов и продолжится до 8-го числа включительно. Вот только несколько мероприятий, которые непременно нужно посетить, и забыть о них нельзя. 4-го числа в Кинишме в парке 35-летия Победы будут проходить лыжные соревнования. Участники – это люди неленивые, которые не успели отъесться за новогодние праздники. Начало в 11.00. В этот же день в Лугском районе будет проходить традиционный фестиваль рыбалки. Участников будет очень много, отмечают организаторы. А 5-го числа в Шуйском карьере будут проходить соревнования по мотокроссу. Участников тоже будет немало, со всего региона. А зрителей будет еще больше. Только одеваться нужно потеплее, потому что обещают холода. 6-го числа также в Кинишме будет проходить лыжное ориентирование. А уже в областном центре с 6-го по 8-е января будет проходить всероссийский конкурс вокального искусства «Серебряные голоса». Участники очень неординарные и талантливые, и они обещают для зрителей настоящее шоу, посетить которое непременно нужно. Для того, чтобы вы были в курсе всех интересных мероприятий, которые будут проходить в выходные, следите за афишей. Она будет обновляться в режиме реального времени. Тогда вы узнаете, что будет проходить интересного в Иванове, и обязательно разнообразите свои каникулы. У кого каникулы, у кого самая работа? Пока ивановцы отдыхают, в манеже трудятся артисты яркого и зажигательного шоу «Бабкин-ежкин Новый год». В наш город они привезли лесных зверей, медведей и волков. Зажигательные номера и приготовили массу сюрпризов. Это представление проходит весело, в принципе, ребенку нравится. Для меня это главная реакция ребенка. Главное, что ей все нравится. Шоу – настоящая сказка для детей и взрослых. Сюжет ее прост. Бабки-ежки украли Деда Мороза, а вместе с ним и Новый год. Добрым персонажам предстоит спасти праздник. Как это будет, зрители увидят собственными глазами. Некоторые номера программы уникальны, и ими гордится Росгосцирк. Нам очень понравилось, было очень весело. Дети очень смеялись. Да, Дима, ты хихикал? Да, очень было весело, задорно. Особенно нам понравились животные. Да, какие тебе животные больше всех понравились? Волк. Волк, видите, понравился волк. Мне понравился медведь. Любителей заснеженных путешествий ждет насыщенная программа во всех девяти городах Золотого кольца России. Можно забивать маршрут и отправляться в путешествия. Так, например, во Владимире 6 января будет проходить самовар-пати. А 7 числа все гостей приглашают сказочные персонажи для того, чтобы участвовать в хороводах, пробовать угощения и участвовать в розыгрышах. В Костроме всех в свою резиденцию ждет Снегурочка. Там же будут проходить яркие шоу в местном зоопарке. В Ростовском музее-заповеднике пройдут кукольные спектакли и мастер-классы. Они запланированы каждый день до 8 числа. В Суздале можно будет попробовать медовуху на дегустации и покататься на ездовых хаски. А в Ярославле нас ждет тематический Новый год. Можно будет посетить купеческие дома, попробовать угощения по древнерусским рецептам, а также узнать о традициях праздника. Не знаю, как вы, а я бы отправилась в Суздаль. Зимний лес, сотворенный вручную, ждет Ивановцев в центре «Авангард». Там до середины января открыта выставка вязаных изделий. Экспонаты среди них – игрушки, панно, картины, сувениры и многое другое. Результат – труда мастериц-участниц трех вязаных фестивалей. Гостей ждет увлекательный рассказ о рукотворных шедеврах, занимательные игры и мастер-класс по вязанию. Экспонаты уникальны и действительно потрясают воображение. Сходить нужно обязательно, плюс ко всему, получить массу красивых фото. А интерактив у нас – зимние игры. Различные эстафеты, игра в снежки. Вот такая небольшая интерактивная игра. Несколько игр на минут 20-30. Волшебство на каждом шагу. Шопинг теперь не только приятный и поднимающий настроение, но и праздничный в ТРК «Ясень» в своей резиденции гостей ждет Дед Мороз. Настоящий, который исполнит желания маленьких горожан и подарит им сказку. В торговом центре посетителей ждет радушный прием и красивейшее убранство фото-зоны. Дед Мороз трудится без выходных до 7 января. Каждый день приготовлена особенная программа. Будет и шоу мыльных пузырей, и фестиваль сладкой ваты. Соглашаем всех желающих принять сейчас участие в нашем новогоднем шоу. Будем желать удачи. Будем показывать представления, веселиться, праздновать и встречать Новый год. Новый год с его салатами, шампанскими, застольями ждет нас в кино. Афиша наполнена праздничными фильмами с мишурой и гирляндами. Сходить можно на полицейского срублевки «Новогодний беспредел», чтобы посмотреть абсурдные ситуации и комизм современных российских реалий. Также качественную сказку «Гринч» и эту версию его похищения Рождества. И любимую многими трогательную комедию «Елки последние». Зрителям пора взгрустнуть. Фильм завершает серию. Когда надоест сидеть дома, можно будет отправиться в город. Он, как всегда, красиво украшен. Больше всего мишуры и украшений, конечно же, на площади Пушкина. Здесь развернут Рождественский городок. Работать он будет до 7 числа. И в шале можно будет купить угощения, подарки, сувениры и горячие напитки. Горячительного здесь, конечно же, не продают. Кроме того, сюда приедет Дед Мороз и Снегурочка, и будет активная программа. Рождественский городок работает целыми днями, каждый день. Но с 16.00 начинается активная программа. Мы все вас поздравляем с наступающим 2019 годом. Всем желаем здоровья и счастья. И очень важно здоровья и желание попасть в наш театр. Потому что у нас сейчас очень интересная сказка. Основной материал – это «По аленькому цветочку». Очень интересно будет вам посмотреть эту сказку даже не один раз. Поэтому приезжайте, приходите. Сказки идут два раза в день. И фактически до самого Рождества. Мы будем очень рады вас видеть. Впереди нас ждут долгожданные и насыщенные праздники. Целая неделя для того, чтобы и отоспаться, и посетить все городские и региональные мероприятия. Их будет очень много, и организаторы постарались. Не пропустите. Ну а мы поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. И желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и яркой не только в выходные, но и в будни. До свидания, до встречи в эфире и с Новым годом.